По ситуации в прошлом году мы спрашивали по дачникам СНТ «Березово». В прошлом году господин Малукеев нам ответил, что это нецелесообразно. Но тем не менее от вас поступали письма дачникам о том, что будет рассмотрена возможность. А сейчас все маршруты уже утверждены, контракты сыграны. А в итоге СНТ «Березово» так и не вошли. Не вводят контракт. Как с этой ситуацией будет? Асад Павлович, есть ли вы с ним? В прошлом году перевозчик частный осуществлял перевозку. Три раза в неделю он везет, два раза в день. То есть это была среда, суббота, воскресенье, ну по поливочным мероприятиям. В этом году ситуация не меняется. Мы еще месяц назад этот вопрос проговорили и с перевозчиком, и с председателем СНТ. То есть все остается в тех же самых условиях, цена не меняется. Как перевозчик возил за 50 рублей, так он и будет возить. То есть, ну а говорить о более частых поездках, ну не совсем экономически целесообразно, на те дачи нет. То есть автобус будет за каждого, да? Автобус будет, все то же самое, да. Он и в том году все лето дорабатывал. То есть не было такого, что он там в середине лет перестал перевозчик. У нас была проведена встреча с председателем этого кооператива. И для того, чтобы действительно показать, что вот этого транспортного решения достаточно, они с начала дачного сезона в самые пиковые часы приведут подсчет, сколько ездит людей. Потому что те разговоры о том, что там больше 60 человек ежедневно не могут уехать, они в общем-то в действительности не соответствуют. То есть они на конечной остановке будут проводить ежедневный подсчет, и потом эти цифры при необходимости покажут. И данные цифры должны нам ответить на вопрос, достаточно ли данного количества. По прогнозам, такого решения будет достаточно для беспривойного транспортного сообщения «Березовая сборка».